В этом уникальном здании принимаются важнейшие решения о социально-экономическом развитии страны. Сегодня здесь располагается Палата представителей, Совет министров и Центральная избирательная комиссия Беларуси. История Дома правительства начинается в 1929-м. Тогда прошел всесоюзный конкурс на проектирование главного административного здания республики. Комиссию удивил, а после и покорил проект легендарного архитектора Иосифа Лангбарда. Именно Иосиф Лангбард предложил здание, которое впоследствии стали называть первым небоскребом Минска. Вот таких больших размеров для того времени это было уникально, потому что построено оно вручную, без экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов. Потому что первый кран в Минске был только в 1940 году. Открыли здание 90 лет назад на торжественном митинге 7 ноября. Его возвели в рекордный срок, всего за три года. Даже по нынешним временам строение общим объемом 240 тысяч кубических метров уникально. В нем около тысячи кабинетов, 2000 окон и 4000 дверей. Сейчас мы находимся в основном зале Дома правительства. Он носит название «Овальный». Здесь проходят сессии палаты представителей национального собрания. Это помещение вмещает в себя 400 человек. Принятие фундаментальных решений здесь проходит под своеобразными софитами, пятитонной люстры в форме звезды. Уход за ней особый. Ее опускают в зал. Происходит это дважды в год и приводят в порядок. Историей Дома правительства всегда интересуются делегацией международной, которые сюда прибывают, потому что, наверное, он их впечатляет. И поэтому мы всегда рассказываем историю Дома правительства. И Дом правительства имеет такую очень богатую, я скажу, что очень непростую историю. Здесь в 1994 году принимал присягу первый президент Республики Беларусь в этом здании. Поэтому вся работа этого здания направлена на то, чтобы наши люди жили лучше, чтобы страна развивалась, чтобы в стране был мир и порядок. Дом правительства – один из немногих столичных долгожителей, которому удалось пережить Великую Отечественную войну. Узрел он чудом. Немецкие захватчики напичкали здание огромным количеством взрывчатки. Советские саперы обнаружили и обезвредили почти 200 авиабомб. Есть ведомости, в которых указаны, какие были здесь сделаны преобразования немцами. То есть они сделали перегородки. Везде была нанесена свастика, везде были нанесены надписи на немецком языке. Окна были все замазаны черной краской, которую приходилось отдирать шатерным спиртом вручную. И тоже для этого нужны были люди. По паркетному полу коридора десятки лет назад ходили народные комиссары. А сегодня шагает школьница Софья Соболевская. В преддверии юбилея исторического здания она побывала в Совете министров на рабочем месте отца. Вот это мое рабочее место, за которым я каждый день, большую часть дня провожу далеко от вас. Присядь. Готовим, как видишь, материалы к заседанию Совмина, которое у нас будет через две недели, об итогах соцэкономразвития нашей страны. Отец Софьи трудится в канцелярии правительства. Сотрудники управления делопроизводства и протокольной работы редактируют, регистрируют и рассылают документы. Я побывала на рабочем месте своего папы. Он рассказал мне много нового о своей должности, многого я не знала. И вот сегодня узнала новую информацию, которая также мне показалась очень интересной. К тому же сегодня для Софьи и других школьников спустя практически 90 лет по историческим коридорам провели экскурсию. Но и больше интерес у ребят вызвали нетронутые временем элементы декора. Фрески на потолке, барельефы над входом в овальный зал и другие реликвии родом из 30-х годов прошлого века. Глеб Прокофьев, Евгений Ситов, СТВ. Глеб Прокофьев, Евгений Ситов.